Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И сегодня будет небольшая, но очень классная распаковка, которую я хочу открыть, вот эту посылочку. Я уже начала ее открывать, а потом думаю, нет, дай-ка я это сделаю. Вместе с вами. Там, дорогие друзья, посылочка от моего любимого Деда Мороза. Это то, что я очень давно хотела, ну как давно, как только начала вязать спицами. И там набор прекрасных деревянных спиц. Давайте вместе откроем, посмотрим на эту красоту. И что-нибудь, конечно же, свяжем этими прекрасными спицами. Итак, открываем! Сейчас аккуратненько... Все это... Все это... О, какие они красивые! Я уже вижу! Класс! 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 Вот они мои джинджеры! Вот так вот упакованы еще в такой целлофановый пакетик. Боже, неужели я это держу в руках? Красота! Давайте немножечко растянем удовольствие, рассмотрим эту упаковочку. Вот такие джинджеры. Почему я выбрала именно их? Потому что, как вы видите, это спицы, футляр которых служит планшетом. Я знаю, что такие планшеты для схем с линейкой продаются отдельно. И стоят, хочу сказать, недешево. А тут все сразу. Представляете, съемные лески, съемные спицы и еще плюс планшет. Давайте посмотрим. Сейчас я, наверное, это срежу, потому что это мне уже, наверное, не понадобится. Чтобы не мучиться, я просто срежу. Как-то просто и срезать. Класс. Та-дам! Смотрите, какой красивый цвет. Я вообще люблю вот это сочетание. Это, я думаю, что это эко-кожа. Как сейчас модно говорить, это не натуральная. Но достаточно такая. Такой он плотный. Итак, давайте смотреть. Ой, какая красота. Боже мой, неужели это все мое? Сейчас, наверное, сниму со штатива. Или вверх подниму штатив, чтобы побольше вы увидели, потому что все не помещается в кадр. Итак, давайте смотреть. Боже мой, здесь даже ручка. Представляете, ручка для записей. Так, главное, чтобы ничего не сломать сразу. Вот такая ручка. Сделана под дерево. Очень приятная на ощупь. Посмотрите, какая пуговица. Деревянная пуговица. Итак, сколько здесь пар спиц? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать пар спиц. Итак, начинается три с половиной, четыре, четыре с половиной, пять, пять с половиной, шесть, семь, восемь, девять, десять и двенадцать, по-моему. Да, двенадцатая. Самые толстые, это двенадцатые. Тугая резинка. Ой, как мне нравится, как мне нравится этот звук. Девочки, я не могу вам передать. Это гладкость, гладкая. Я когда заказывала, я, в общем, у меня был выбор между Ади и Книт Про. Ади у меня лейс, которые металлические, тоже с вот этим механизмом клик-клик. И я хотела деревянные, именно деревянные спицы для вязания скользких ниток, а также махира. И вот я смотрела Ади, я смотрела, просто читала про них, тоже съемные. И потом посмотрела обзор на YouTube. Уже не помню ни канал, ничего. Но девушка там, конечно, в открытую не говорит, что она немножко разочарована, вот именно в Ади деревянных. Но я поняла, что они не такие гладкие. И когда я увидела вот этот набор от Книт Про, я просто поняла, что именно этот набор мне нужен. Сейчас вот на голубом цвете, посмотрите, какие здесь кончики. Даже трудно сказать, что это дерево. Очень гладкие. Послушайте, какой звук. Вот. Ну, здесь вставляется леска, замочком закрывается. Кстати, если сравнивать с Ади, вот эти, которые, Олива, в зеленом наборе, вот то, что я смотрела, там нет вообще, вообще нет маркировки. Здесь маркировка есть на каждой спице, и я не думаю, что она вытрется. Ну, вот, достаточно так, скажем, хорошо написано. Написано. Вот. Ой, я счастлива. Эмоции у меня захлестывают, просто захлестывают. И, короче, я выбрала именно этот набор. Во-первых, по цене. Он в два раза, представляете, в два раза вот этот набор дешевле стоит. Я не буду указывать сайт, как бы, ну, где я их покупала, поэтому это видео не реклама. Это мой любимый Лешик, мой любимый Дед Мороз сделал мне вот такой подарок. Можно загуглить или найти на Возоне или в Яндекс.Маркет. Вот, забейте вот это название этих спиц. Значит, вот такой джинджер. Вот название. Джинджер Делюкс Сет. Есть еще укороченные джинджеры, но укороченные я точно, как бы, отбросила, потому что для моей руки это точно будет неудобно. Но такие спицы вот тоже есть. Итак, здесь две металлические кнопки. Здесь карманчик. И давайте смотреть содержимое кармашек. Здесь вот такие лески. Здесь есть также стопоры. Вот это вот стопоры, я так поняла. Стопор, стопор и ключик. Видите, как все удобно. То есть не нужно покупать отдельно. Если нужно зафиксировать вязание, вот, пожалуйста, вот такой стопор, который накручивается и потом ключиком затягивается. Или леска ключиком затягивается. Но я знаю, что вот этот ключик для того, чтобы прикрепить вот эту леску. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть стопоров у нас. Так, что еще? Дальше вот такой, я так думаю, что это соединитель лесок. Лесок здесь тоже в достаточном количестве. В наборе Ади Лейс. Я, кстати, его сейчас принесу, и мы, ну, просто сравним. Ну, я довольна набором Ади. В единственном, единственное мое нарекание, у меня иногда отстегиваются вот эти механизмы клик-клик. Посмотрим, как это, как это будет здесь. Я, честно говоря, не знаю, что это. Я думала, что это соединяют лески. Но пока я... А, это, наверное... Нет, не знаю. Ключик, вот он. А что вот это? Может быть, как-то крепить эту леску? В общем, я пока еще буду это все изучать, узнавать. Так, что там еще есть? Вот такие металлические маркеры. Они цветные, очень легкие, тоненькие, разного размера. Видите? Ну, уж не буду считать, сколько их здесь, но даже вот такие вот мелкие есть кругляшки. У меня таких маркеров, такой формы я вижу первый раз. У меня таких не было, а теперь есть. Так, главное попасть, не рассыпать ничего. Я потом найду пакетик побольше, чтобы было удобно брать. Так, что там еще? Все, больше ничего нет. И вот такие лески. Значит, там было заявлено... Ага, вот, наверное, это 60 сантиметров. Так, что-то мне тут пришло. Я сегодня еще жду одну посылку. Но они немножко позже, и, конечно же, будет отдельное видео. Это посылка с пряжей. Поэтому я взяла телефон с собой, чтобы не прозевать звонок курьера. Итак, две лески, я думаю, что это 60 сантиметров. Тут все по два, наверное, да? Две лески 40 сантиметров. Так. И две лески вот длинные 80 сантиметров. Здесь механизм... А, вот, я поняла. Это вкручивается, а потом ключиком вот этим затягивается. Все понятно. То есть лесок по два. Но я не вижу коннектора. Может быть, вот это коннектор все-таки. Вот это вот, чтобы соединять лески. Но я знаю, он точно здесь есть. Точно есть. Так, будем разбираться. Мне еще интересно, как собрать этот набор и... Как он выполняет роль планшета. Так, давайте мы сейчас это уберем, то, что нам не нужно. А, ну это давайте все-таки попробуем. Хочу я попробовать, как же этот стопор накручивается на спицу, если нужно, допустим, зафиксировать. Ну-ка, давайте возьмем любую леску. Вот. А, ну вот, вот так вот накручивается какая прелесть. И все, петельки ваши никуда не денутся. Ну, стопор-то я не думаю, что его нужно так сильно затягивать. А вот леску нужно точно затягивать при помощи вот этого ключика. Ну, пока мне нравится все. В использовании, как это будет, покажет время. Так, все-таки вот это стопор, наверное, скорее всего, я имею в виду вот это. Даже, наверное, получается два стопора. А, наверное, вот так. Точно. С одной стороны накручиваем. Ну-ка, давайте попробуем, если я правильно поняла. Да, я правильно поняла. Получается, что два стопора. Мы закручиваем с одной стороны леску. И таким образом мы можем увеличить длину лески. Здесь при помощи, если это два стопора использовать, если мы вяжем очень большое какое-то изделие, то это можно соединить сразу четыре лески, получается. Все понятно. Вот они, эти стопора. А вот здесь дырочка, это потом ключиком затянуть. Точно. Да, чтобы оно не раскрутилось. Так, понятно. С этим я разобралась. Главное, ничего не потерять. Так. Значит, получается, что здесь два стопора и ключик, чтобы затянуть хорошенько наши соединения. Так. Теперь. Здесь, значит, вот это выполняет роль планшета. Здесь это металл внутри, я так понимаю, под кожей. Вот такие линейка. Она тоже, это магнит. Видите? Мы сюда вставляем схему, допустим, с которой мы вяжем. Прикрепляем эту схему вот такими магнитиками. Их тут три. Так, не рассоединю сейчас. Ну, думаю, понятно. Здесь два магнита слеплись, потом рассоединю. Вот. Прицепили схему. И двигаем по схеме. Если это мы вяжем жаккардом или какой-то ажур сложный, мы двигаем линейкой по рядам. Какая прелесть! Представляете, как это удобно! Ну, и чтобы это собрать, то есть, получается у нас как? Вот так, наверное, да. Вот. Здесь мы фиксируем на пуговицу, на вот эту, одну и вторую сторону. И у нас получается планшет. Боже, девочки, я вам рекомендую этот набор. Можно найти подешевле. Я признаюсь, что я купила его. Ну, как я купила? Дед Мороз мой купил 6600. Вообще, я видела такие наборы и по 11, и по 12 тысяч. Так что, забивайте в поисковую строку и название, и смотрите по цене. Еще есть такое предложение гугловское. Ну, это, ой, предложение, приложение. Вы его закачиваете, оно бесплатное. И оно вам найдет самую выгодную цену. Когда вы будете искать, допустим, зашли на какой-то сайт, рассматриваете вот этот набор. И вам это приложение выдаст много-много вариантов с лучшей ценой. Вот я именно нашла эти спицы таким способом и по выгодной цене. Я думаю, что за 6600 такой набор, это просто сказка. Ну, вот, вот так вот выглядит. То есть, с этой стороны у нас спицы получается. Смотрите-ка, классно, да? Вот, а с этой стороны у нас планшет, на который мы вешаем схему, двигаем линеечку магнитную и вяжем. То есть, все для нас, все для нашего удобства. Короче, я теперь вся-вся в шоколаде. Надо же, даже ручка, представляете, если вам нужно что-то записать. Ой, я вообще, я просто, меня эмоции зашкаливают. Так, давайте сейчас снимем, посмотрим кончики этих спиц. Так, я сейчас самые тоненькие вытащу. Господи, мне страшно хоть бы не сломать. Вот это 3,5. Сейчас, наверное, на белом даже лучше фоне. Посмотрите, какие длинные кончики. Очень гладкие, девочки. Они очень гладкие. Просто очень. И вот здесь, вот видите, маркировка. 3,5. Класс. Сделаны под... Конечно, здесь они, я думаю, украшенные. Я думаю, что это просто принт на них. Но это классно. Это классно. Вот такой вот вообще, видите, на нет. Вот просто на нет. На нет уходит. Думаю, что будет вязаться проще. Проще, проще. Если будет хорошо работать вот этот механизм, который закрепляет леску, и не будет вот таких осечек, как в спицах Ади, то это будет просто песня. Я Адики тоже свои люблю. Вот. Видите? Вот мы закрутили. Вот здесь вот ключиком мы потом затянем. Ну-ка, давайте попробуем. Мне даже интересно. В общем, мечты сбываются. Девочки, мечтайте. Они обязательно сбудутся. Все ваши мечты. Я желаю, чтобы вот с наступающим Новым Годом у вас было все замечательно. Все ваши мечты сбылись. Так. Как же здесь затянуть? Вот так и что? И вот так просто крутить? Ой, хоть бы не сломать. Все, наверное, все. Посмотрите. Посмотрите, какая гладкость. Класс. Вот вообще не ощущается вот этот переход. От слова совсем. Девочки, звонил второй курьер. Через полчаса я получу еще пряжу. И я вас уверяю, это будет просто бомбический, бомбический проект. Во всяком случае, для меня. Но об этом сейчас не буду говорить. Вот он мой второй дорогой набор у Тадди. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь восемь пар спиц. И заканчивается, наверное, семеркой или шестеркой даже. Я вот этими даже не вязала. Здесь больше наборов. Здесь десять спиц в деревянном. В общем, теперь у меня все есть. Я просто хочу сравнить лески. Лески, по-моему, у Ади тоньше. Да, леска у Ади тоньше. И она мягче. Здесь леска немножко грубее. Но меня это не пугает, потому что я не вяжу Magic Loop. И вот это вытаскивание лески для шапок или каких-то маленьких диаметров, мне это не нужно. Я вижу своим методом. Поэтому я думаю, что это не есть недостатком. Но просто знайте, что у этих спиц, вот мы сравниваем, если сравнивать с Ади Лейс, то у Ади леска мягче и тоньше. Здесь немножко грубее и толще. Так, вот это вот отличие. Но механизм вот этот у Ади, который клик-клик, вот эти спицы троечка, вы мне там говорили, да, вы не умеете пользоваться, типа, вы не защелкиваете. Девочки, я умею пользоваться. Вот смотрите, у Ади клик. Вот она щелкнула, вот она защелкнулась. Но, если вы вяжете туго, или это, допустим, резинка, которую нужно вязать туго, вот она щелкнула и защелкнулась. Казалось бы, не должно расстегнуться. Но когда вы вяжете туго, вы петли двигаете вот сюда, или, наоборот, сюда, и у вас вот здесь нажимается и вот здесь отщелкивается. Так что я знаю про этот щелчок. Спасибо вам за подсказку, но я знаю про это, и все равно у меня тройка отщелкивается. Все остальные размеры, все остальные, как бы, все нормально. Я не испытываю дискомфорта. Так что вот этот набор тоже классный. Но это металлические, здесь титановые спицы. Титановые гладкие. Давайте сравним кончики. Вот я взяла кончик от Adi Lace металлический, 3,5. И этот от Knit Pro. Те же самые спицы 3,5 от Knit Pro. Смотрите, кончики, я думаю, они практически одинаковые. Видите? Обожаю такие кончики, вязать просто удовольствие. Итак, в чем еще я нашла отличие? Это вот этот коннектор от Knit Pro и коннектор от Adi Lace. Видите, какой здесь коннектор? Во-первых, он толще по диаметру, и он больше. Это коннектор от Adi. Вот таким коннектором, я думаю, будет пользоваться удобнее, потому что он меньше, он тоненький, он прям по леске. Вот, я думаю, что это плюс. Что еще хочу, ну, как бы, свое мнение, вот сразу, я еще, конечно, не вязала от Knit Pro, не знаю, но сразу хочу сказать, что у этих спиц, я думаю, гораздо больше плюсов, нежели у спиц Adi. Ну, это по моим, так скажем, это мое мнение, сугубо личное. Да, конечно, вы скажете, как можно сравнивать дерево и металл, я не спорю, но вот такие мелочи, коннектор больше. Он один, кстати, у Adi. Здесь коннекторов два. В этом наборе есть стопоры. У Adi стопоры покупаются отдельно, отдельно, и они дорогие. Они там в виде сердечек. Здесь есть маркеры. Здесь есть большее количество лесок. У Adi всего три лески. 60, 40 и 80. И один коннектор. Вот эту золотую, это я уже отдельно покупала, потому что мне не хватает лесок. Вот такой здесь карманчик. И вот здесь кармашек, он прямо внутри. И он на кнопках. Еще плюс вот этих вот, от спицы от Gnit Prom, то, что это спицы и сразу же вам планшет. То есть вы экономите ваши деньги, не покупая планшет. Очень удобная вещь. Вот планшет для схем. В общем, девочки, я под впечатлением. Конечно же, нужно иметь спицы и металлические, и деревянные, и дорогие по возможности, если есть такая возможность. Ну, я и вяжу китайскими спицами, дешевыми. И тоже все-все получается. Так что, друзья мои, делю вашу радость со мной. Я желаю вам, чтобы у вас тоже появились такие спицы. Мечтайте, мечты обязательно сбудутся. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее вот такое видео. Напишите мне, пожалуйста, про эти два набора. Может быть, у вас уже есть эти наборы, и у вас есть опыт вязания именно спицами Gnit Pro. Какие у вас впечатления? Будет интересно мне это все прочитать. Ну, а на этом все. Я вас всех люблю, обожаю, обнимаю. С наступающим всех Новым Годом! И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok